Само собой, такое крупное спортивное соревнование не обходится без серьезных требований безопасности. Уже на входе ручная класть проходит через сканер, а содержимое карманов тоже выкладывается. Если среди всего этого есть хоть что-то металлическое, то сработает металл-детектор. Если все нормально, то можно проходить. Правила для всех одни. С собой нельзя носить ничего запрещенного, можно и не войти. Если что-то из клада болельщика вызовет подозрение, на этот случай рядом есть камеры хранения. С собой нельзя проносить никакого оружия, ничего воспламеняющегося, к этому же относятся фаеры или петарды и электронные сигареты. Во-первых, потому что устройство самому себе может быть опасным, а во-вторых, потому что на фестивале курить тоже нельзя. Курить, проносить на фестиваль алкоголь, наркотики и крупные предметы. Такие же правила и на Казань-арене. В день матча сборных Испании и Ирана вновь вступит в силу правила последней мили. С пяти вечера до часу ночи, чуть больше километра до стадиона, болельщики будут идти пешком. Дорогу покажут волонтеры. В городе ограничат движение на улицах Сибгата Хакима, на участке от улиц Амирхана за Чистопольской, на Академика Арбузова и Паямашево-Садорадского. Тем, кто после отправится на фестиваль болельщиков, советуют тоже на время оставить авто. На машине не добраться, а на велосипедии легко. Те, кто захочет так доехать до фестиваля болельщиков, прямо у его входа ждет специальная парковка. Здесь можно оставить своего железного коня, но важно перестраховаться и повесить замочек. Рамиль Шайдулин, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова